всем привет вы на канале дистиллят тв и сегодня будем пробовать бренди при том бренди не простой абрикосовый от производителя и g1 давайте его нальем и продолжим разговор данный напиток у меня очутился благодаря моему подписчику сергею сергей тебе огромный привет там россы было коньяков от и g1 а он сам является поклонником этого производителя бутылочка в виде колокола но я не знаю скоро тут предстоит последний звонок потом в сентябре первый звонок и мне кажется очень похоже согласитесь когда идет кто-нибудь и вот в колокол бьет ну или выпускные и если говорить о выпускных в принципе вполне нормально да когда 11 классник идет бутылочка и трясет виде колокола но когда первоклашка идет трясет вот такой бутылочкой g1 это настораживает согласитесь в комментариях у меня много было вопросов по поводу этого бренди абрикосового это произошло после стрима поэтому вы стримы не пропускайте смотрите обязательно вопрос был следующий то лучше арарат со своим априкотом либо и g1 со своим априкотом и вопрос в корне неправильный задан потому что если говорить про арарат это по сути ликер там берется основа коньяк добавляется ароматизаторы много сладости и это приторный такой напиток с акцентированным абрикосом то есть мало ценности он имеет среди тех людей которые любят выдержанные напитки а вот от и g1 априкот это большая ценность потому что здесь используется именно дистиллят из абрикоса то есть собирают абрикос сбраживают перегоняют двойная перегонка выдерживает в бочках своих фирменных у и g1 и их много и она чувствуется эта бочка течение пяти лет также есть белый дистиллят и также есть десятилетняя выдержка априкота вернемся к дизайну пробка искусственная она мне нравится потому что никакой не будет протечки целости и сохранности останется у вас напиток коробочка хлипкая но в целом норм то есть это что-то такое нормально не похвалить не поругать на этикетке изображен огромный огромный абрикос наверное вот из таких огромных абрикосов делают дистиллят в армении возможно даже этот абрикос чуть больше чем я полный рост красивая фактурная этикетка с надписью и жива на приход и бренди написано бренди вот вы запомните бренди вот здесь можно говорить действительно бренди абрикосовый пять лет выдержки минимальный состав у нас не классический в составе у нас содержится выдержанные дистиллят и вода и все больше ничего другого я как ценитель абрикосового дистиллята многое могу сказать потому что каждый год вернее не каждый год то далеко не каждый год рожает абрикос в нашей ростовской области но когда он рожает я всегда держу ухо востро собираю у всех абрикос возможно даже люди где-то жалуются вызывает полицию говорят опять этот лысый приходил и отобрал у нас весь абрикос и использовал его в своем дистилляте обещал угостить но так и не угостил шутка если вдруг кто не понял хватит болтологии возвращаемся к напитку и как я говорил ранее арарат и и g1 это по сути два разных напитка поэтому когда вы пойдете покупать априкос а ценовая категория кстати у этих напитков одинаковая когда вы пойдете покупать обратите внимание на состав именно на контр-этикетке указано что используется в составе напитка и вы сразу поймете напиток сам по себе за пять лет приобрел очень темный цвет крепко заваренного чая тут даже можно издалека и подумать что кофе налита в моем бокале бочки которые используют и g1 здесь очень сильно прослеживается если вы пили коньяк когда-нибудь от отживана вы наверняка услышите эти интересные своеобразные тона это очень терпкие с каким-то эффектом тутового варенья очень сухими фруктами с медовыми тонами и это я говорю что прослеживается в профиле g1 но помимо всех этих озвученных мной органолептических показателей я слышу здесь замечательный вариативный абрикос эта песня и самое главное здесь скорее всего не использовалась косточка потому что в своем дистилляте я сбражу часть заторов с косточкой а часть без перегоняю всегда без косточки и в моем дистилляте всегда прослеживается миндальная нотка нюансом небольшим а тут чистый абрикос сушеный абрикос вареный абрикос переспевший абрикос абрикос раздавленный на асфальте когда стоит жара зной и этот аромат поднимается воздух классный добротный аромат аромат вызывающий повышенное слюноотделение и мошка мошка тут же прилетела не знаю увидите вы ее или нет но она тут это как в том самом известном фильме да кстати напишите в комментариях как называется фильм когда он говорил ты видишь суслика нет а он есть но мы переходим к напитку на вкус за ваше здоровье когда ты пьешь этот дистиллят самая первая ассоциация у вас появляется из детства когда нету большого количества конфет когда из сладостей существует только варенье именно так у меня было в детстве и ты из холодильника достаешь банку абрикосового варенья такого классного засахаренного густого с огромным количеством абрикоса там просто одна мякоть практически наливаешь холодного молока намазываешь это варенье на хлеб и уплетаешь ешь хлеб с абрикосом до той степени пока тебе не станет дурно а когда тебе становится дурно ты берешь кружку холодного молока и выпиваешь его а потом еще начинаешь есть пока тебе опять не станет плохо согласитесь это замечательное чувство когда тебе плохо становится от варенья с хлебом еще один глоточек бутылка 05 крепость 40 градусов крепость практически не чувствуется бочки и дживановский прослеживаются безумно и в детстве такого послевкусия конечно же не было было послевкусие абрикосовая легкая к этому послевкусию детскому добавляются танины сложные интересные чайные тона опять же тутовый какой-то момент вот тутовое варенье прослеживается горчинка вариативная и в целом этот дистиллят у меня вызывает очень положительные эмоции я бы вам однозначно рекомендовал лично для меня если вдруг вы захотите узнать мое мнение что абрикосовый дистиллят находится сразу на втором месте после виноградного теперь мне очень интересно попробовать десятилетнюю выдержку этого самого априкота третий глоток самодостаточно вкусно безумно вкусно вам не надо будет искать какую-то гастропару вы можете сесть на природе летом у себя во дворе либо на каком-нибудь водоеме налить себе какой-нибудь глинкерн или штольц бокальчик да можно в обыкновенный сниктор этого напитка выпить его чуть-чуть а чуть-чуть я напомню у каждого мира разное для кого-то это 30 50 миллилитров а для кого-то и пол-литра и получить восхитительные несгладимые впечатления как будто бы только что вернулись с абрикосовой плантацией где вас угощали разным абсолютно разным абрикосом и вы остались в полном восторге от него пить напитки надо только качественно и только в меру до новых встреч